Надрезы, да, Денис, тоже ты делал? Да, да, да. Что в этих надрезах? Что в? Молочко, все пошло, я его заварил в чай, попробовал. Жительного Алтайска не только культивировал опийный мак, в ходе обыска у него было изъято 250 граммов марихуаны. Теперь мужчину 79-го года рождения привлекут по двум уголовным статьям за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, а также за их переработку и хранение. К слову, в рамках операции МАК не только раскрывают правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, но и уничтожают дикорастущую коноплю. На данном местности неоднократно у нас попадались люди, которые приходили за дикорастущей коноплей с целью дальнейшего потребления. За 4 года работы на данном административном участке было задержано около 30 человек. Речь о быловых площадках водоканала в поселке Восточном. Коноплю здесь совместными усилиями сотрудников полиции, представителей народной дружины, администрации Октябрьского района, сотрудников водоканала уничтожают второй год подряд. Представители ресурсоснабжающей организации используют гербициды, которые распыляют специальной техникой. Гербицид способствует скорейшему высыханию побега дикорастущей конопли, впоследствии которым данное растение замедляет рост, ну и вообще не растет на еловых картах. Обычно такая работа проходит раз в год, но нынче перед наступлением холодов ее решено было повторить. В рамках операции МАК на этот раз уничтожили 2 гектара конопли. Сотрудники полиции предупреждают, что за использование дикорастущих растений каннабисной группы наркотиков предусмотрена административная и уголовная ответственность и напоминают, что о фактах незаконного оборота наркотиков и выращивания наркосодержащих растений можно сообщить по телефону 02 или обратиться в любой отдел полиции. Татьяна Голубева, День с толком.